Песни 20 века. Концертную программу с таким названием москвичам представил старейший творческий музыкальный коллектив столицы хор Сретенского мужского монастыря. Из Дома культуры имени Зуева с подробностями Эльвира Гордеева. Хор Сретенского монастыря считается уникальным явлением современного хорового искусства и одним из старейших музыкальных коллективов России. Он возник одновременно с основанием монастыря в 1397 году. Перерыв в деятельности хора пришелся лишь на годы гонений церкви в период советской власти. Сретенский монастырь – это очень древний монастырь. Более шести веков насчитывает история монастыря. Конечно же, все это время, как и во всех монастырях и храмах, и был хор, монашеский, монастырский хор. Но сейчас наш коллектив не только церковным пением занимается, но еще какой-то своей интересной церковно-культурной просветительской деятельностью. Никанжила – сын священника, с детства певший в церковном хоре Троицы Сергиевой Лавры, а позже получивший прекрасное музыкальное образование в знаменитой Гнесинке. В 2005 году по благословению наместника Сретенской обители Никан Семенович возглавил монастырский хор. Помимо регулярных служб в обители, этот коллектив поет на торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле. Участвует в миссионерских поездках и значимых событиях в жизни церкви. В основном в концертных залах мы исполняем светские песни, светскую музыку. То, что на наш взгляд сейчас, может быть, приходит в каком-то забвении, или не пользуясь такой глобальной популярностью, музыка Первой мировой войны, дореволюционные какие-то песни, песни советского периода. На наш взгляд, это очень интересный пласт культуры, который нужно возрождать. Дискография хора включает в себя альбомы духовной музыки, записи русских народных и казачьих песен, дореволюционных и советских городских романсов. А нынешний концерт в Московском Доме культуры имени Зуева церковные хористы посвятили песням 20 века. Слышь, деды, война начнется, бросай свое тело, на пусто решайся, смело мы в бой пойдем, за Русь святую, и как один в район кровь головою. Это песни, которые были переделаны в году советской пропаганде. После революции в них были изменены слова, на такие правильные, в кавычках, советские тексты. Эти песни известны практически по всему взрослому поколению. Русь свободная воскреснет Нашей верою горят И услышат эту песню Семьи древнего Кремля АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ